Хотели делать на карте ничего, и поэтому вот, ну, игра не пошла. О, смотри, какой у нас билд вообще начальный на Фуриона. Расскажи, в чем особенность? Что-то там... Выход в бенд, потом во второй бенд. Я что-то... Не уверен, что это крутая идея, но посмотрим. Посмотрим, опять же, на реализацию. Инвокер пока что у нас ничего не качает. Прикалывается с вардом, туда-сюда выкладывает. Но ты, в общем, за инвокера все же экзорт, да, инвокер и экзорт? Да, 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 абсолютно. Так, надо играть через экзорт инвокера для того, чтобы против Эмбера, ну, чтобы кейситься. Forged Spirit тебе помогает тоже в этом очень хорошо. На кивей инвокере, как бы, ты не проиграешь мид, но скейлится герой плохо, к сожалению, в этом патче. Я помню времена пятилетней давности, когда инвокер квас векс, это было к контра Эмберу. Да, да. Бивал его вот этот плеймгард, и все, без этого дота не было, но это прям совсем давно было. На руне какое-то столпотворение. Выход от Энсене. Влетели коски от Белочки. И на этом все. По рунам 2-2. 2-2, да. Ну, пока квас. Пока квас, в общем, инвокер... Ну, хотя, слушай, если квас, значит, это квас векс. Квас пивас. Че это? Да, не знаю, ну, слабенько, слабенько. Посмотрим, посмотрим. Алакрити принимает такое решение, как я уже говорил, такой сигнатурный персонаж для этого игрока против нишина Эмбер Спирити. Это значит, что у нас не будет инвокера через Синстрайк, не будет он помогать на других линиях, скажем так, дэмэджем. Но, но, ты можешь в целом побегать, поубивать Дума. Дума очень хороший таргет на топе у нас будет. И, в целом, может быть, это даже звучит как план какой-то. Да, вот этот фактор Спирита, учитывая, что настолько редко появляется. Наверное, сейчас вообще один из лучших роумеров, крайне мобильный. Будем смотреть. Будем смотреть, насколько получится на Эмбер прилетать. При условии, что инвокер, как мы уже говорили, квас векс. Джакиру. Слушай, почему так редко его пикают? Я вот всегда слышу, что Джакиру очень сильно лейнер. Такой, знаешь, жесткий разменивается. Почему Джакиру тогда так мало, раз он типа хорош? Ну, что в первой стадии у нас обычно открываются всякие рубены. И у тебя Джакира, ну, ему немножко не хватает демиджа сейчас вот на первых лвелах. Для того, чтобы храсть. И у тебя спелл, по-моему, стоит там либо 140, либо 160 маны вообще на первом левеле. А, ну, а не качать дуалбрест ты не можешь. Крутой у нас колдснэп только что был от Алакрити, не дали добить ниши крипов. Ну, простой, простой матчап для Эмбера тоже. Просто, ну, в пушную шпачку, торнадо можно задоджить. То есть, фистом, если ты нажимаешь колдснэп торнадо, ты очень много тратишь маны. И значит, то, что ты уже ЕМП не нажмешь лишний раз. Ну, что пытается под тавром ниша донать и получается ведь это сделать. Крип за донайн, рейнджовый. Ну, ладно, да, тут по этой линии, я думаю, попозже мы вернемся. Тут можно чисто наблюдать, знаешь, позиции добивания крипов и движений. Боковые линии повеселее будут. Ой-ой-ой, больно очень. Посмотри, как больно. Да, слушай, больно, но он сделал свою работу только что на Эрспирите. Он сделал пул на большой кемп. И это значит, что у нас в следующую минуту Феликс Чобб... Нет, не Феликс Чобб, а Флайбай будет стоять просто под своим тавером. Вот, и на него и пушится пачка. А что тут произошло? Что линия ломалась, видимо, и Джокиру здесь пытался помешать этому и получил по голове. Неожиданно. Но то, что ожиданно, это возможность найти крутую одежду у наших кришей из Нувстор в офлайн-магазине в Москве, либо же в интернет-магазине. Все подробности по трансляции, там все промокоды и на скидку. Такие же луки, как у нас, вы можете найти там. Нашел у нас Зай Игоря Николаева на смолкемпе. Сейчас будет бегать с рюмкой в руках. Это супер кайф против Макаки. У тебя лишний мувспид. Тебе не обязательно прям... Ну, он все равно взял этот ботинок. Мувспид тебе поможет и ботинок, скажем так, избегать лишних атак от Манки Кинга. И пока что все круто на топ-линии для команды Ликвид. У тебя еще и виндлэйс 400 ммэса почти. С ума сойти, да. Нереально быстрый дум. Так что все. Манки Кинга можно не бояться. У Зайи должен быть здесь полный фрифарм. Ну, что сейчас и происходит. Линия ломается время от времени. При этом не сказать, что у Марси снизу крутая линия. Посмотрите, как мало крипов. Лайбай тут еле крипам этим подходит. Максимально пытается еще и Микки Дэнайт. В общем, как-то пока... Пока все грустно везде. На центре то же самое. Посмотрите, количество денаев у Ниши против инвокера. Но это класс векс. Конечно, там против этого героя может Дэнайт. Опа, пару ударов еще в Лайбайо. И ты вечером стоишь на 200 хп, а на 300 хп. Тебе страшно подходить. Подойдешь близко, получишь просто пашбан у тренд протектора с лозой. Умирает и Манки Кинга. О, Макака умерла. Ну, неожиданно. То, что Джокера умирает, окей. Могу представить. Но тут уже на МК нападают. Даже без Инфернал Блейда, что любопытно. То есть просто вторая земля. Вперед. У нас Зайку пил Арканы, да? Не хочет он фаст Мидас брать. Слушай, это тоже хороший вариант. Если он сейчас найдет себе какую-нибудь Гарпию, да? Просто заберет. Ну, либо Маноберн тоже кайф. Ну, не очень результативно у нас сейчас Маноберн против Агиле этих героев. Потому что он зависит от интеллекта сейчас. Но в целом тоже, если у тебя не будет маны на Boundless Strike, он тоже может заролять. Смотри, пришел он когда-то на линию. Сразу уже дали по голове, он уже без хп стоит. Да, да. Если сейчас Doom, если вот у нас в боксе найдет еще Сайс Армор в Чужом Лесу, то тут для Макаки просто линия инста закончится. Гарпия тоже, Гарпия тоже может работать. То есть страдает у нас Манки Кинг, который должен вообще свою линию доминировать тут. И мы видим то, что в бойте тоже пожар. Марси не фармит. То есть вот за 2 минуты, пока мы болтали, Марси 2 крипа добила и умирает в итоге этот герой. 27 на 14 статистика у Nature's Profit'а. На прошлой карте все намного лучше начиналось. Там плюс-минус все герои фармили. Даже Viper. Сейчас на сцене и главное отойти от... Ну и что? И добьет? Инфернал появился. Ну и все, под Нарферналом надо сжечь. Пытается... Ой, красавцы. С ума сойти. Да, скоро такого Манки Кинга Девауэром зай будут съедать, учитывая расклад на линиях. Просто ужас. Ужас. Сейчас на сцене надо дать побольше экспы для Фуриона. Фурион получит 6 левел. И любой килл, который происходит на карте, это минус у Тауэр будет. Что в миде, что в топе. Для Макаки сложные времена, надо как-то камбэкать. Возможно придется инвокеру тут походить по сайдам. Наверное, будет грех инвокеру сквозь векс не ходить по сайдам. Да, где-то из-за ряда весела заработать. На миде тишина и пытаются напасть. Тут Акира приходит, Расперид приходит. Но как-то пока вяленько выглядит Эмбер без 6-го. То есть хотят вот так, но попасть пока нет ремнентов. Не ждут момента, но Ликвид также здесь рядом. Нападение есть. Эмбер у Фисты может успеть нажать Ниша. По таймингу нет. Остается без маны. Мидер команды Ликвид подходит в боксе. Много урона. Есть еще один Фейрик. Фейрик активируется. И Ниша все-таки погибает. Очень крутой килл. И у нас заряжается урна у инвокера. И это дает сейчас возможность ему походить по тем самым сайдам. Либо просто убить боксер. А не умрет ли сейчас Алакрити здесь? Опасно ли так вышел Алакрити? Ой-ой-ой-ой. Торнадо есть? Боюсь в том, когда еще пару секунд. Алакрити уходит и так. Уходит, уходит инвокер. В этот раз сейчас на классе как-то восстановится. Молодцы. Найцы ищут все-таки вот эти плей по карте. На самом деле инвокер большой молодец. У нас Алакрити перекресил Нишу. Отправил его на базу. И вот он приходит. И два саппорта создают это давление. И находят очень важный килл для Алакрити. Молодцы. Молодцы. Не сдаются. При том, что он, грубо говоря, вот 30 секунд назад мы говорили, что ну сложно, сложно что-то будет придумать. Но самый классический выход под пауэропруну оказался удачный. Первый фраг для команды Найтс, кстати. У Марси появилось небольшое окно пофармить, пока там Найтс Профит улетал на ганг саппортов. Но в целом, конечно, ситуация глобальная на карте плохая. Дум купит Мидас. Задержался он на 2 на 3 минуты, считай, от нужных таймингов после Аркан. Уже дофармливает свой рецепт. Ну и на миде снова там какая-то атака. Джакиро что-то тут бегает, смотрит. Ну а я беру шестым. Все, уже убить Нишу так просто не получится. Он уйдет. Тайминг поймали. В следующий раз делать уже не получится. Так, ну только если подай спас, который пока сам особо первый, либо его вообще нет. Ух, ну не знаю, не знаю. Найтс Профит ждет момента. Кстати, на топе сейчас Манки Кинга прогоняют из линии полностью. Остаются крипы, которые убьют Тауэр. И любой момент у Дума шестой, он прокачивает ультимейт, нажимает ультимейт МК, ну и там подлетает НП. Опа, снова заметили Джакиро. Следующий плей у нас должен быть. Как я и говорил, Фурион должен нажать ультимейт через бот, чтобы он залетел в топ, чтобы открыли в топе Тауэр. То, что инвокера немножко сложновато в миде убивать. Крутой сайленс, крутой сайленс. Ремн-то-то и не было у Ниши. Не мог он в вестах отсюда никак уйти. Гонят Нишу, гонят, гонят. Алакрити замедляет, работает уровень, но этого мало понимает. Алакрити стала здесь небезопасной ультимейт от НП. Алакрити. Сентри Вард заметил только, что инвокера. Неужели дастов нет? Дастов, похоже, нет. Не попал связкой в боксе. Но самое главное то, что Микки выжил. Растет преимущество. Нечис Профит остается на линии, пока не переходит на какие-то ганги. У Дума появляется Мидас на 10-й. Летит к нему. Нечис Профит сам особый. Быстрые молнии. Глэйпнир. Там вот эта вся история будет. На топик готовится, возможно, атака. Дум уже может свой ультимейт расчехлять. Пока атакует Джакиро. Инфернал. Ставится арена. Интересное решение. Ой. Ну, понятно, в чем был план. Но я что-то не уверен, что даже с ареной бы получилось добить. При условии удачного айспаса. У Дума очень много хп. Арена на 6-м это реально. Да, да, да. Это такое. Что-то сейчас, получается, у тебя не хватает 3-го и 2-го спела на Макаке. Ну, ладно. Топ проигран в целом у Найтсов. И ничего с этим уже не сделаешь. Инвокер у нас все-таки решил стоять больше в миде. Напрягать Эмбера. Посмотрим, конечно, как это на игру зароляет. Но Макаке не хватает помощи. При этом планы такие. Баттлфьюри купить. То есть мы понимаем, что эта игра прям очень долгая. Это расчет на 35-40 минуты плюс боксе. Вышел в лес. Нейтральный крип добивает его. Ё-моё. Телт, телт. Здесь такие вот нужные фраги не могут забрать Найтс. 8-1 счет Микки. Ну, больно Марсе. Больно. Под ультимейтом работают, но обычные спруты. И там не дают просто пройти крипочки. А если бы инвокер нажал ТП заранее? Угу. Не скооперировались. Слова, большая килл. Ой-ой-ой. Больно. Ну, байтит, байтит Алакрити. У него 15 тиков фаер есть. Его навряд ли убьют. Опа! Могли и доиграться. Выстрел от Белки, но только под Жакера попадает. На топе продолжается прессинг от команды Ликвид. Манки Кинг при этом возвращается на линию раз за разом. Ты знаешь, что такое безумие, Олег? Какое безумие? Ну, вот то, что делает мистер МК. Делать одно и то же действие каждый раз, зная последствия. Ох, я не знаю. Очень сложно будет камбэк на Симакаке тут в эту игру уже. Но по Нетворцу при этом, понимаешь, он на своей команде лучший. Вот что страшно. То есть, вроде... Пока получается, у нас есть Эмбер Спирит, такая разменная монета. Есть два гигачада, которые просто фармят всю карту. Дума и Нейча спробят. Просто какие-то нереальные цифры. По опыту ведь то же самое. Дума весь опыт был на линии. ОНП так же. Ну что, и вот он фраг от Бокси. Ой, ну что делает Бокси, красавчик. Он еще идет. Он идет сетапить еще один фраг. Ну нет, тяжеловато под магнетайзером. Колдан, колдан, башвак. Лучше отойти, Расперит сам. Пошел вперед. Аллакрити битва с Нишей. Ниша снова без маны. Но есть Боттл. Есть Тики. Аллакрити в невидимость ушел. Ой, какой... Рядом Ремнант. Даже не потребовался. Ой, какой Бокси, папа. Просто что он делает? Ниша, надо фисты нажать. Нажимает фисты. И уходит на Ремнант. И как-то... Марсия очень быстрая. Но Эмбер еще один Ремнант есть в запасе. Нужно куда-то его будут выкинуть. Команда рядом. Все в порядке. Дум подходит. Чайны. И просто отступить. Айспад попадает по Думу. Но это не та цель. Хотя, может быть, и Думу убить. Этот будет даже круче. Да, Зай пытается драться у Дарсер Фернала. Под землей убежать далеко не получается. Получилось даже хуже для Ликвид. Ну, Зай что-то сделал вообще непонятное. Пришел в мид зачем-то. Ну, понятно, что пытался помочь. Остался. Просто умер. Так еще и Ниша, может быть, погибнет. Ниша без маны. Айспас. И МПшка. Врыв на Болдере. Ой-ой-ой. Ну, вот. Вот он шанс. Ликвид ошибаются. Два кора умирают. Да, закидончики пошли от Ликвид. У нас буквально предыдущие 30 секунд. Дают возможность рекавернуться нам Найтсом. Сейчас отдадут немножко мапы. И мы его тоже видим, то что... Сколько там было? По-моему, 7к. Буквально минуту назад. И уже минус 2 тысяч. Но все равно тяжело. Понятно, что... Да, тяжело. Хорошо, что ребята сделали два эти фрага. Подловили на ошибку. Но ситуация пока глобально не меняется. В МК утоти планы через БФ. То есть непонятно, когда Эго вообще в игру вступит. Тебя расчет на саппортов сильных. Но саппорты сильные. Распереджакера. Тут, конечно, маг урона. Ё-моё. Нужно под какой-то стан убивать любого героя на карте. Дум ультимейт откатывается. Блинкдайгер уже у Зая куплен. Ну и смок под тот самый Дум. Инвокер. Похоже, цель номер один сейчас. Даже не МК так важен, как инвокер. Задушить его. Фаст блинк, да, у нас у Зая. Редко такое бывает. Обычно сразу БКБ берут. Сейчас инвокера могут увидеть. И тут же прыгнуть сразу. Но Зай пока обходит. Обходит спину. Мечи и стан есть. Стомп, Кентавра. Это же прям вообще шикарно с Блинкдайгером таким ранним. Может быть, неожиданно. Тут самый контроль. Быстрый. Надо сейчас ребятам проверить сад опс. Молодец на сцене, понимает. А, они только что прочекали. Зай подошел на рейндж Таура. И его Тауэр утарил. Стало понятно. Удивительно, что Найт все еще играет на этой точке. Цепляют инвокера. Защитный айс пас. Ниша заходит с другой стороны. И Алла Крити убили. Непонятно, в чем был план. Ребята уже отдали башню. Но оставались в этой позиции. И даже не пытались как-то напасть. И умирают без драки. Да, план абсолютно лузовый. Оставьте Джакира просто в миде. Либо Айрт Спирита. И после они качаются. Очевидно, что сейчас Ликвид будет выходить в мид. Ну что, успеет ли Найт с Профит уйти? Приходит с Айленс. Ну нет, урона слишком много. Стан. Микки дерется до конца. Живет Нэйч из Профит. Но нет. Так долго быть не может. Убили НП. Но за это, в общем-то, Найтсы умирают почти в полном составе. У нас драка была на центре и на ботами. Слушай, опять Лекс, я хочу повториться. Но не успевает опять у нас Найтс играть по карте. И так же и Хоу, мы не успевали играть по карте просто. Зачем вы пытаетесь дефать этот мид? Вы не видите Дума. Он выходит со смока. У вас падает в миде Вижн. И вы умираете. Зачем? Во имя чего? Мистер Лекс. Вопрос риторический. Как всегда. Надо ремарку это делать обязательно. 7000 перевес за Ликвид. Продолжает Ликвид играть уже активно. Душат карту. Нападение на инвокеров. Выстрел от Бокси. Блестящая карта в исполнении Бокси. И Дум. Эрспирита просто вырубает его любые магические атаки. Фисты. И фисты эти становятся критическими. Да, потеряли у нас концентрацию полностью Найтс. И сложнее и сложнее им что-то придумать. Сейчас мид упал. Просто горят все линии из-за этого. Потому что через мид вы спокойно заходите в чужой лес. В тройку вообще не обязательно заходить. Потому что никто не может качать тройку из Найтсов сейчас. Потому что нету Баттлфьюри еще в Макаке. Вот есть проблема инвокера. Которую я вот каждый раз вижу. Если инвокер нет мидаса, все. Это билд через бомжа вот каждая игра. Неважно, убиваешь ты, не убиваешь. У тебя нет денег все равно. В какой-то момент игра сухарится. А тут ты еще и не убиваешь. И ты фармить не можешь. Ты класс в экс. И мы видим на дворце инвокер 4 800. Да, да, Алекс, все так. Несение. Опа. А поживет же! Поживет же этот тренд протектор. Все. Мне тут не получается убить. Просто отряд прилетает на товара. Сам Найтс Профит приходит. 9 тысяч перевес. На прошлой карте на такой минуте казалось, что нормально. Найтс могут еще побороться. Лина есть. Катч есть. Да, рейки есть. Да, мы там на вайпер немножко сидели ныли. Но в целом-то как-то казалось, что все еще впереди. Будущее есть. А здесь смотришь, кажется, что будущего уже нет. Бэф, да, появляется у Манки Кинга? Ну, наверное, не так ужасно, как могло бы быть. 17-ая минута. Учитывая то, что мы видим, да, по ходу, вся эта карта. Но что дает Бэф в данную секунду? Команда Зелинается. Да ничего. Ничего. Придется качаться дальше. Что, пиков нет? Вроде домашь колдаун. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ты делаешь тут на макаке, дружочек? Ну, у тебя лес полностью стоит. Смотри, 16-50. У тебя лес не профармлен, у тебя Бэф свой лес не профармлен. Ну, что ты делаешь там в топе вообще, дружочек-пирожочек? Убит. Играют Найтс. Похоже, ситуация команда E-Home сдалась на второй карте на 14-й минуте. Не уверен, что рекорд кто-то побьет. Хотя ладно, у команды E-Home и Найтс еще впереди много игр. РП-Востаде там хватает матчей. Вообще грустно. Грустно. Что случилось с Китаем за последние 5 лет? Там, конечно, много историй с Китаем было. То, что... Просто пока ладно, атака на Эмберспирита, может быть... Тротая пиков, молодцы. Молодцы, молодцы. Да, Ликвид могут контратаковать. Все еще тот же Нечит Профит может прийти. Дум с ультимейтом. Но пока вот Терн Протектор вышел. И поддержки никакой не нашел. Не хотел я тебя перебивать. И вот хотел сказать, что единственный плей, который остался у Найтс, это собраться в пятером под мид пачкой. И просто попытаться найти пиков. Они это сделали. Такой маленький просветик для них. Что у нас? У нас должно быть БКБ от Дума. Да, оно сейчас летит, насколько я вижу. Сейчас уже спокойно можно будет принимать практически любой файт. И следующий... Объектив у нас для Ликвид это Рошан. Должны сейчас они пропушить мид пачку, зайти в чужой лес. И забрать Камнеголового. Как тебе МК с агонимом дальше после БФа? Удивляет? А полная дичь вообще. Я не знаю. Мне и БФ-то не особо нравится. Так, а если найти Микки? Он тут один. Он тут один, реально. Давайте, давайте, парни. Это шанс. Прямо сейчас. Погнали. Бить, бить, бить как-то. Нет. Ну, вернули. Окей. Минус, Нейчис, профит. Молодцы. Молодцы. Крутой форсик от Бокси был только что, но его не хватило. Эрт Спирит был... Был готов к этому. На Лакритис на страйк напоследок дает, попадает. Но со страйк очень слабенький. Погони за Икси Джеем. Винсения, прикопочка. Но он здесь ничего не сделает. Выстрел от пилки, врыв от Зая. Удар с Инфернала. Минус 3. Вообще, Рошан открыт. Но без Нейчис профита тяжеловато. Ждать надо его. Да, конечно. Что у нас по карте тут у нас? Это Ликвид варды стоят? Вот я не смотрю. Вижу. Вверху Рошана. Да, вроде Ликвида. Нашли они только что еще с Деварды один опс. И опять они начинают играть в чужом лесу. 17% дает дота. Команда Найтс на 20-м минуте. 11 тысяч перефарм. Падает и два башни. Открывается Аванпост очень рано. И есть ультимейт у Дума. То есть, что Ликвид здесь с удовольствием и Драку могут принять. Найтс это не дефают. Все, Аванпост под контролем. Рошана рукой подать. Роштайм. Надо сейчас проверить активку. Опа, он что думать? Наверное, надо, да. Ну, Зай как-то запоздал и Дум дает. Тем не менее, здесь Аллатрити уже не спастись. Эрспирид пытается укатиться. Уворачивается от выстрела. Худвинг. Приходит Микки. Еще один Болдер. Эрспирид уходит. Но вот не уходит его друг Джакира. Да и Эрспирид уходит по всей видимости недалеко. Еще один Болдер пытается Эрспирид укатиться. Укатывается драка. Параллельно идет Ниша. Чайны по двоим. Флайбай нажимает. БКБ, но слишком поздно. Ниша уже на трипл киле. Флайбай. Так нужно бежать. Он пытается драться, но тут уже никак. А что там по БКБ? Нет. Нельзя. Нельзя никак оставить здесь Марси и убить. Минус четыре от команды Ликвид. Да, были вот эти... Ну, это же, знаешь, камбэк она за тяжело. Да, да, нельзя. Ну, это какие-то, да, небольшие... Проплешины, назовем. Да, да. Не более того. Ликвид контролировали ситуацию на сто процентов после даже этих смертей. 28-8. Да, 15 тысяч перевес на 21-й минуте. Ну, это ужас. Когда-то у тебя преимущество почти... Какая минута, столько и денег. Это слишком много. Особенно на такой ранней минуте. Сейчас проблема в том, что Найтс не могут драться, потому что нету БКБ у Марси и Анлиша. Да, пиков и можно попробовать поделать, но... Но сейчас Найтс проходит прилетит. Здесь можно драку обязательно. Не забывай про Т1. То есть с пушем-то проблема у Найтс. Они ни одного тавора не забрали, поэтому ты не можешь так вот нападать. Если ты немножко находишься на половине противника, все, там тавор рядом. Тебя прилетают, убивают. НП прилетает и конец. Бичблейд у Инвокера дальше появляется. На пофарму Инвокер. Самый бедный среди коров. Сэншка и Эмберспирита после молнии отказываются Ниша вообще от Блокинг Бара. Ну да, пока не было явно предпосылок, что этот предмет нужен. Нам К пытается с Battle Fury фармить. Да, за счет БФ и как-то по Найтворсу держится. Да слушай, нужно тут БКБ на Эмбере. Им настолько вообще просто... Ну... Они играются просто, понимаешь, снаются. Просто играются и... Говорят, ну давай, ну попробуй меня убить. Какой там, второй, третий раз попробуем? Да я все равно эту игру играю. А, согласен. Пижонит, пижонит. Момент, когда ты уже так и начинаешь, да, экспериментирует, что-то пробует просто. Пижонит, идеальное слово. Рошан падает! Мне как-то дождались момента. Наконец-то просто время подвернулось. Можно к нему выйти, забрать этого Рошана вдвоем. Два героя, два пенька. Егис для Мики. Мики Аганим, Глейбнир, ПТ. Ну и как раз-таки Мики БКБ дальше себе прикупит. Так, там на топе могут инвокера сейчас подловить. Фармить пока ни в чем не подозреваю. Но совсем рядом к инвокеру. Да, там Белочка бегает. Мэйч из профит при этом улетает. Другую часть карты помочь и совершит еще один ганг. Убивают инвокера. Марки Кинга в противоположных частях карты. Минус три Кора. У команды Найтс. Просто буквально за 10 секунд Рекора на разных частях мапы умерли. А, пишите КГ уже. Да, да, тут похоже на историю, которую мы уже видели на прошлой и на второй карте матча E-Home. GG. Грустно как-то, да? Что на столе. Ну, просто такая дота никому не интересна, кроме команды. Даже, наверное, Ликвид не особо интересна. Да, конечно, не интересно. Ты зарабатываешь очки, это хорошо, но в целом нет удовольствия. Нет ощущения, что ты противника переиграл. Ты просто, типа, сидишь, играешь, противника не играет в доту. Да, все так. Должно быть какое-то, ну, сопротивление. Мы в этой игре видели сопротивление только от Аллакрити на миде, что вот он нам молодец, немножечко вот повыигрывал, быстрее Штелла его получил. От Прежили лимит. После этого, ну, я не знаю. Все киллы, которые делаются, они не дают тебе какого-то большого преимущества, да? Вот мы говорили, что там было 6к, потом 5к, тысячу, грубо говоря, отыграли. И проходит буквально 30 секунд, и они опять просто сыпятся по майку. Ну что, последний смоук, возможно, от Найтс, попытка что-то придумать. Как думаешь, какой идеальный файт вот при таком отставании? Что нужно сделать, на кого напасть? Какого-то Эмбера убить без БКБ, наверное, вот с этого придумать? Слушай, ну, я видел, как Мидуан закидывал такие катки как раз-таки на думе. Надо прыгнуть, прожать БКБ, нажать дум на саппорта, и потом прыгнуть еще раз. Ну вот так, вот так вот врывается, Эмбер переживает эту атаку всей команды Найтс. Ну все, они сделали сейчас максимум, они столько потратили. Там, правда, неудачно то ли Марси откинул героя, то ли как не попал Санстрайк. Может быть, этого урона не хватило. Джи-Джи, 24 минуты, ну, в общем, 25 минут длилась эта карта, 2 по 25. Я вот шутил по поводу того, что Энтити выиграли 2 по 30, а Ликвич чуть посильнее. Ну так оно и получилось. Да, вот такое вот похождение команды Найтс.